здравствуйте в эфире программа лицом к лицу я ее ведущий евгений огарков 11 друзей оушена простите 11 детей моршина да наверное так будет правильно да я не ошибся хотя мы может вы об этом подумали потому что это название новой украинской кинокомедии которая уже готовится выйти в прокат режиссеры не скрываешь что картина несколько пересекается со всемирной известной криминальной трилогии 11 друзей оушена сейчас сети появился первый тизер украинской комедии но а как вы уже догадались мы будем сегодня говорить именно об этой киноленте с актрисой фильма 11 детей с моршина валерии детковской здравствуйте здравствуйте итак это какого рода фильм на какую аудиторию он рассчитан дети взрослые кому смотреть это семейная авантюрная комедия я думаю то что это подойдет для разной целевой аудитории и вы лично как туда попали вот давайте расскажем эту предысторию вы вы по специальности актриса или нет чем вы чем вы по жизни занимаетесь по жизни вообще я творческий человек сейчас учусь в университете на телеведущую диктора ухты очень приятно в будущем будем коллегой сюда может быть и вообще я участница группы open kids это музыкального танцевальный музыкальный проект как так получилось что вы попали на съемочную площадку этого фильма меня пригласили на кастинг и я не раздумывая решила сразу идти потому что это одна из моих таких заветных мечт посниматься в кино то есть вы на общих правилах на общем на общий кастинг приходили да я пришла на кастинг и мне также давали задания что сыграть и я справилась кастинг был ну очереди длинные были на кастинг я получается не успела на общий кастинг потому что я была в туре со своей группой концертном и я приехала сразу в офис команде и там меня и несколько человек еще просматривали но говорят что в принципе достаточно большой был кастинг на эту роль да очень я так точно не 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 видел но рассказы ходят кого вы будете играть я буду играть простую скромную жизнерадостную девочку которая принимает участие в театральном кружке и она там самая старшая мне кажется эта роль мне импонирует а давайте вот вы расскажите для начала а что нет я предлагаю для начала посмотреть небольшой трейлер а потом и валерия нам поподробнее расскажет о чем этот фильм что это было невдале пограбывания чипи архит неведомо а джо отримать коментарий від управительки торговли на центру на разе не вдаешься я все решу конечно решу куда ты денешься за легендой морщин засновано на месте падения метеорита эй супергерои можете поверить мне все будет хайп я просто еду в морщин вы просто в морщин просто так и не верю а где вы кажете впав той метеорит как что ты народился в морщин и в один прекрасный момент у тебя появился шанс чтобы сделать что-то величное то делай и не гальмуй это куда-то это Содерберг итак валерия вот мы увидели кусочек но я думаю что есть много какой информации там всего минутка у нас до по этот трейлер расскажите немножко больше о чем фильм на чем он строится на какой-то легенде я так понимаю плюс пересекается наверное с какой-то сказкой нам она режиссер анонсировал что это будет такое немножко пересечения вообще он строится на истории детей 11 из морщина которые задумали аферу и решили поиграть во взрослые игры можно так сказать в чем заключается афера то что я читал что согласно легенде там где-то кто-то вычитал легенду что город морщин образовался в результате падения метеорита но это всего лишь легенда мы не знаем наверняка историю города морщина за создание украинского но а как как здесь от обыгрывается вот эта легенда но на самом деле не хочется рассказывать все и раскрывать все карты потому что так будет неинтересно фильм выйдет уже с 3 января и пусть люди идут в кино и заинтересованно смотрят уже фильм хорошо тогда ближе к съемкам где проходили съемки съемки проходили в морщине в арпине и в большом торговом центре киеве из того что что вот вам больше всего запомнится со съемок наверно длинный съемочный день это вообще это впервые да вот в подобного рода вас съемки были нет на самом деле было много съемок клипов и также они длились там по 38 часов но съемки клипа это же а здесь более такой знаете творческий процесс плюс здесь надо выдать определенную эмоцию которую потребует режиссер вот подробнее как бы расскажите об этом процессе но наверное было тяжело когда ты приезжаешь на съемочную площадку в девять вечера а уезжаешь к часу дня и вот этот период когда нужно бороться с организмом чтобы не уснуть и в то же время ты стоишь на площадке ты понимаешь что ты должен быть профессионалом и такая происходит борьба внутри профессионала и с другой стороны хочется спать но я справилась и я рада с этим вы гордитесь сами за себя вау ну да наверно я не могу сказать то что я прям горжусь но я рада что мне выпала такая возможность поучаствовать в таком проекте я имею ввиду вот вы вы же говорите что вот приезжаешь на девять и уезжаешь на следующий день в час дня это надо быть иметь большую выносливость для того чтобы преодолеть скажем эти трудности это тоже не так же не так легко скажем так легко когда ты наслаждаешься своей работой тогда это легко хорошо а почему вы тогда выбрали профессию телеведущей а не актрисы ну захотелось мне ближе наверное это ближе а вы занимались этим когда-то в жизни вообще пробовали что такое телевидение как вести программы я была ведущей нескольких мероприятий можно так сказать а мне нравится брать интервью мне нравится быть можно сказать в телевизоре в какой-то степени и поэтому это мне импонирует вы на каком курсе на втором на втором но еще не поздно перевестись на актерское может быть я понял всему свое время хорошо актерский состав очень интересный потому что много с вами взаимодействует достаточно таких именитых и известных там не только в украине но иностранные снг звезд кого вы можете для себя кто больше всего запомнился и с кем было интересней вернись кем в ваша роль пересекается с кем вы взаимодействовали давайте начнем перечислим кто из таких вот был кто вам запомнился а потом о взаимодействии запомнился но сергей бабкин александр пескунов александр скичко алена лавренюк а именно моя роль пересекается больше с детьми потому что мы с ними там взаимодействуем больше всего но и с сашей песку новым дети и взрослые они в фильме как-то вот отдельно взаимодействие не пересекаются или пересекаются очень редко но вообще мне кажется то что мы сотрудничаем отдельно в этом фильме больше из профессиональных вот допустим мы знаем некоторых людей звезд как как там ведущих вот они сзади у нас время от времени крутятся как певцов как просто шоуменов но кто вам запомнился вот больше как актер потому что ну не каждый певец шоумен сможет вжиться в образ но мне понравилось больше всего наверно так как я видела этот съемочный процесс как сыграл сергей бабкин почему но он там такой серьезный можно сказать как джеймс бонд охранник в таких черных очках и это было эпатажно а какая у него роль что он 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 злодея играет добряка или кого ну я даже не знаю мне кажется я не могу сказать то что он там негативный персонаж и увидите все сами вот вы прямо анонсируете анонсируйте когда фильм выйдет 3 января 3 января вы уже знаете где его будут показывать ну то есть кроме кроме украинского проката планируется может какой-то фестиваль или на европу под вопросом пока но я думаю то что это сейчас решает наша команда поэтому пока неизвестно а вы вот вы смотрели фильм 11 друзей оушена ну так я не могу сказать что прям смотрела мельком где-то но мы можем говорить о том что она пересекается потому что режиссер аркадий никита не петалюк он говорю что будет некое пересечение вот мне интересно в чем если если он конечно посвятил вас в это в это таинство но я считаю то что если режиссер говорит что она пересекается значит она точно пересекается вам ну вот вы еще сказали о том что вы участник группы open kids а что это за группа это 5 талантливых девчонок которые поют и танцуют у нас есть свои клипы песни вы вышли наверное из какого-то талант-шоу да нет вы вы сами по себе собрались ну то есть как-то организовался этот бэнд из творческой студии а я понял а вам вот поскольку вы ну как уже тоже будущая звезда и у вас наверное вы тоже собираете у ездите на какие-то определенные концерты вам доводилось уже пересекаться с кем-то из звезд которые в кино и при этом может вы где-то на концерте пересекались или не было такого нового так получилось то что дети сергея бабкина с которыми я участвовала также фильме они оказались немножко моими поклонниками моего творчества и моих песен это было безумно приятно поэтому с ними мы очень классно провели время на съемочной площадке пели танцевали было весело я понял это интересно и еще один вопрос и будем заканчивать какой вы видите вот свою дальнейшую карьеру потому что ну как бы знаете у вас все только начинается из и вот сразу столько направлений и песни и телевидение и кино вот что лежит больше всего к душе или вы вообще сейчас скажете вот открою свой цветочный магазин и будут заниматься флористикой мне нравится просто быть в творчестве и хочется попробовать разные сферы и и в дальнейшем я даже не знаю куда мне занесет жизнь но мне нравится все сейчас что со мной происходит в общем вы открыты для предложения спасибо большое гостем программы лицом к лицу была певица и актриса валерия дитковская я евгений огарков прощаюсь с вами до следующих эфиров на телеканале юэй тиви и